Приветствую вас! Для начала я хотел бы отметить, что вы не задаете вопрос. Вы не спрашиваете ничего. Вы не формируете запрос к психологу, с чего вы хотите. Вы не выражаете то, что вам нужно от нас. То есть вы вот просто написали, что вот такая вот история, такая вот ситуация. Вам эта ситуация естественно не нравится, ну а конечно кому она понравится. Вот. И всё. И больше вы по сути дела ничего не пишете, больше вы по сути дела ничего не выражаете. Вот. А это на самом деле очень важный момент, да. То есть очень важно, чтобы вы вот сформировали свой запрос. Очень важно, чтобы вы его выразили. Очень важно, чтобы вы его высказали. Очень важно, чтобы вы сказали чего вы хотите. Поэтому здесь в первую очередь просматривает ваша позиция. Ваша позиция, которую вы возможно взяли для себя ещё в детстве. Вот. Основная позиция жертвы. Вот. Позиция, которая может быть в некоторой степени вас защищает, защищала. Да. Точнее. Вот. Позиция, которая в некоторой степени вам помогала, но помогала, она вам помогла, но вам только в тот момент, когда произошла травма, безусловно, это была для вас травма, безусловно. Вот. Но с тех пор прошло уже много времени. С тех пор прошло уже много времени. И я полагаю, что... Ну, значит, ставить в зависимость то, что произошло тогда и то, что происходит сейчас, это означает искать оправдание. Понимаете? То есть, это было тогда. Это было ужасно, это было неприятно, это было отвратительно, но это произошло тогда. А живёте вы сейчас, и жить вам нужно сейчас. Понимаете? Вот. Поэтому, я думаю, я думаю, что идеально для вас, вот идеально для вас было бы, если бы вы, значит, с одной стороны, выразили бы все, что с вами произошло, то есть, выплеснули свои чувства, отреагировали бы их, отреагировали бы их, значит, с психологом. Заново это все пережили, опустили, вот, проговорили, выпускали, выкручили, вот. Значит, это с одной стороны, с одной стороны. А с другой стороны, чтобы вы, вот эту позицию свою, да, вот эта позиция жертвы, которая у вас и наблюдается, в том числе и в отношениях с молодыми людьми, и в том числе и по жизни, вот вы говорите там, что наркотики были у вас, алкоголь, вот. А почему все это было? Откуда это все, это все у вас взялось? Ведь не просто же так, да, я более чем уверен, что не просто так. То есть, если у вас это было, значит, что это вас тревожило, и вероятно, это тревожит вас до сих пор, то, что... происходит. Вот. Понимаете? То есть, это тоже, возможно, нужно разобрать. Да? Вот. Дальше. Смотрите. Значит, с тех пор много чего произошло. Так, как вы сейчас себя чувствуете? Было место, было место алкоголя, наркотикам. Вы, пишите, прослой уже порядка пяти лет. Да? То есть, сейчас вам восемнадцать лет. Привился молодой человек, уже третий год вместо. А до этого молодые люди были или как? У вас. Как так вышло, что вы никому не рассказали? Обычно это стыд. Вы знаете, в случаях вот с насилием, да, у человека возникает стыд. То есть, как бы, человек стыдится того факта, что с ним произошло. Ну, то есть, вполне вероятно, что вы себя стыдитесь. А, и стыдясь себя, вы запрещаете себе адекватную, ну, адекватные чувства, адекватную любовь, скажем так. То есть, я, конечно, здесь не уверен, да, то есть, тут нужно смотреть. Но, вполне может быть, что так. Потому что, несколько странно, что у вас, вам восемнадцать лет, а у вас три года молодой человек. То есть, смотрите. Да вы не учитесь, да, вы, как бы, ну, тут внимание ваше, Средоточено не на этом, вот, не на том, чтобы развиваться, а на отношениях с людьми. Хотя, в вашем возрасте, да, нужно, как раз таки, уделять очень много внимания сейчас, именно личностному росту, а все остальное уже потом, понимаете? Вот. И это, на самом деле, тот же момент, да, то есть, что для вас значит молодой человек? Ваш молодой человек. Что для вас значит отношения с ним? Вот. То есть, давайте, вот, с этих моментов мы с вами и начнем. Да, дальше уже, пойдем, пойдем, отталкиваясь от этого. Понятно, да? Вот. То есть, если у вас действительно есть стыд, если вы стыдитесь, то вам, в первую очередь, нужно освободиться от стыда и позволить себе иметь чувства. Позволить себе выражать свои чувства. Потому что, вот, вы говорите, что он обо мне не заботится, он не интересуется, как я, и так далее, и так далее, и так далее. Давайте, если вы о себе не заботитесь, если вы о себе не заботитесь, если вы не говорите сами, да, нет, то есть это основная проблема, да, как бы, основная проблема. Ну, невозможно сказать нет. То есть, вы не говорите нет. Вы не смогли сказать нет тогда, но тогда у вас не было, не было, не было для этого ресурсов, да, чтобы сказать нет. Вы не можете сказать нет сейчас, сейчас. Хотя, по факту, да, по сути, ничего не изменилось. Все, то есть, насколько было правильно сказать нет тогда, насколько нужно было сказать нет тогда, но вы не смогли в силу обстоятельств. Так же и сейчас, так же важнее и правильно говорить нет, только вы можете, вы можете это сделать. Просто вы так никогда не поступали. Плюс и плюс еще стыд, который вас подавляет. А умение говорить нет в общих чертах, это именно то, что позволяет человеку приобретать свою ценность в глазах других людей. Только так, никак не иначе. То есть, если вы хотите, чтобы вас ценили люди, да, если вы хотите, чтобы вас ценил ваш молодой человек, нужно уметь говорить нет. Вот ответьте мне на вопрос, как вы к себе относитесь. Вот вообще, если не брать сейчас молодого человека, да, если не брать сейчас в расчет, там, например, вас. Вот как вы, просто вы, как вы сами к себе относитесь. Я более чем уверен, что вы относитесь к себе не очень, не очень хорошо. Я более чем в этом уверен. Скажете не так? Теперь смотрите, а если вы, а если вы не очень хорошо к себе относитесь, да, если вы, ну вот, постольку, постольку, да, к себе относитесь, то почему, почему же и как молодой человек может относиться к вам лучше? Как ему относиться к вам лучше, если вы относитесь к себе, ну, вот, негативно, вот, или если вы, например, стыдитесь из себя, вот, вначале, вначале, он, конечно, тащил себя, тащил вас за собой, вначале, вот, но он не может этого делать постоянно, я его не оправдываю, просто я говорю, что он не может и не должен этого делать постоянно, понимаете, какая история, и это очень важно понимать, то есть, чем лучше вы для себя этот момент поймёте, тем, тем полезнее и лучше будет для вас, вот, потому так и вышло, потому так и вышло, так и получилось, что когда, значит, вы более-менее друг к другу привыкли, когда вы более-менее друг к другу, ну, скажем так, притёрлись, вот, вот, то он перестал вас ценить, он перестал вас уважать, он перестал вас, значит, ну, он перестал о вас заботиться, потому что вы перестали, вы перестали от него этого требовать, знаете, он понял, вот, ну, мужчина, да, мужчина понял, что может делать всё, что хочет, он может делать всё, что можно, и ему ничего не будет, понимаете, вот и всё, вот, по сути, и вся история здесь, как бы, понимаете, вот, но это связано с чем, это связано с вашим поведением, да, это связано именно с вашим поведением, вот, я вас не обвиняю, да, я не хочу вас обвинять, не хочу, чтобы вы думали, что я вас обвиняю, нет, не нужно думать, что я вас обвиняю, просто я хочу, чтобы вы, ну, скажем так, несколько, несколько лучше понимали, как обстоят дела сейчас, вот, ну, в ваших отношениях, как вы себя поставили, так-в-так, мужчина с вами и взаимодействует, понимаете, какая история, и человек, человек, к сожалению, к сожалению, к сожалению, вот, партнёр ваш, да, это отражение того, как вы к себе сами относитесь, понимаете, то есть партнёр не может относиться к другому плохо, да, не может относиться к другому плохо, если сам человек к себе относится, ну, как-то вот, ну, если сам человек относится к себе как-то иначе. партнёр это отражение, это отражение на, 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 нашего отношения, понимаете, какая штука, вот, вот это то, что вам нужно понять, для себя, в первую очередь, для себя, вот, и потом уже, да, потом уже, всё остальное будет. Я уверен, что если, вот, если у вас, да, спросить, то я уверен, что вы обладаете заниженной самооценкой, вот, я более чем уверен в этом, что у вас, вот, и, ну, имеет место быть заниженная самооценка, вот. Ну, вот, и откуда в таком случае взяться в хорошем отношении мужчины к вам, вот, если вы видите себя как жертва, ниоткуда, ниоткуда, смотри. Вот вы пишите, значит, я сначала знал, поэтому аккуратно белый не относился, прошёл второй год и всё начало разваливаться, он стал нетерпеливым, больше прибыл в сексе. Понимаете, вот, опять же, да, всё начало разваливаться, то есть как будто отношения ваши, как будто ваши отношения зависят только от него. Вы же понимаете, что это не так, да? Вы же понимаете, что отношения зависят не только от него, не только, но и от вас тоже. Вот возникает вопрос, а что вы сделали, чтобы отношения не разваливались, а что вы сделали, чтобы мужчина вёл себя по-другому, а сделали ли вы что-то? Понимаете? Дальше. Опять же, опять же, очень важно, как вы выстраиваете отношения с мужчинами. То есть, вот, если тот случай на этот лет был первым, когда вы близко столкнулись с мужчинами, и у вас не было при этом адекватного взаимодействия, допустим, с отцом, да, то есть, что, ну, вы не чувствовали себя, например, защищённым, любимым отцом, да, то есть, вот, у вас не было такого чувства, что отец вас там защищает, оберегает, вот. Если у вас этого не было, и это было первое взаимодействие с мужчинами, вы, вполне вероятно, пацаны, стремитесь только к такому, значит, ну, обращению с собой, только к такому, понимаете? По-другому вы не можете в глубине души считать себя недостойным, другого отношения, вот. Вполне вероятно. То есть, опять же, да, напоминаем стыд. Если вы стыдитесь, вот, если вы стыдитесь, то вы считаете, что другого отношения вы не достойны в глубине души, а считаете, что вы достойны только того, чтобы быть девочкой для секса, что вы не только для секса. Но, ещё раз повторяю, очень важен фундамент, на основе чего вы устраиваете отношения с мужчинами. Что вас объединяет с этим мужчиной, например? Что вас связывает с ним? Что у вас общего с ним, ну, вот, значит, с мужчиной? Что общего у вас? Подумайте. Это важная тема. Это очень, ну, очень важный момент, что вас объединяет с человеком. Понимаете? Если вы для себя сами, если вы для себя сами увидите, что конкретно вас объединяет, да, что вы, вы, вы и увидите, есть ли, есть ли основания для чего-то большего между вами, чем секс. То есть, если человек не видит вас лично, то я небяром упоминал, что несколько странным, странным несколько является то, что вы никак не устраиваете свою другую жизнь, то есть не учитесь, не работаете, ничего про это не говорите, ничем не увлекаетесь. Я уже говорил о том, что это странно. Так вот, если человек не воспринимает вас как личность, да, а вот если человек не воспринимает вас, например, столько как, допустим, свою девочку, что откуда взяться его такому отношению к вам, если ему просто неоткуда взяться, неоткуда взять ему, другого образа. Вот у него какой образ соревновался ваш, так он к вам и относится. А чтобы тянуть вас за собой, для этого нужны ресурсы, силы. Вот. А у него их, у него их, может быть, нет. Но у него их, опять же, да, и не должно быть, потому что он, как бы, он ваш мужчина, он не, ну, он не наставник, он не наставник, да, он не психотерапевт ваш, правда? Вот. То есть это, пожалуйста, нужно вам учитывать. Вот. Я понимаю, чего вы хотите. Я понимаю, что вам нужно. Да, я прекрасно это понимаю. Я прекрасно понимаю, что вам нужно. Но для этого вам, вам необходимо подкорректировать свое поведение. А не требовать от других, да, относиться к себе так, как вы хотите. Так. Дальше, значит, он не следил, как я себя чувствую, а вы терпели. Он больше требовал секса, а вы позволяли. Просто настаивал и брал, а вы позволяли. Хоф, теперь стал заботиться, кто меня волнует и пугает. Ну, а вы это терпели, вы позволяли. Что вы-то делали, чтобы себя защищать? При любом разговоре все отрицают, считают себя совершенно не виноватым. Опять же, да, при любом разговоре все отрицают, считают себя совершенно не виноватым. А почему вы с мужчиной разговариваете? Ну, почему вы с ним разговариваете, именно говорите? Почему? То есть, если вы будете с мужчиной говорить, ничего не изменится. И с мужчиной нужно действовать, а не говорить. Понимаете? Вы хозяйка-хозяйка своего тела, да, а не он. Это то, что, это то, что не понимает вы, да, то, что вам нужно вот понять для себя. Но это в процессе, в процессе психотерапии будет. Вы хозяйка своего тела. Не он и не кто-то из людей, да? И вы вправе им распорядяться, да, как вам хочется. Но и вы же несете в ответственность. Не другой человек вы и только вы. Понятно? Поэтому здесь ваша позиция требует, требует корректировки и произведения. Вот. Возможно, у вас есть страх. Например, страх остаться одной. Например, допустим, страх, что вас никогда не будут любить. Допустим. Да? Вот. Ну, может быть, может быть, может быть, что-то еще. Вот. Так я здесь, конечно, не знаю, да, всех деталей. Но думаю, что вот на это обратить внимание стоит. Что вам движет, когда вы действуете вот так. Что вам движет, когда вы делаете так, как делаете? Чего вы ожидаете? Чем подкреплено ваше ожидание? Когда вы, например, ждете, что мужчина будет вас заботиться, а вы при этом ничего не будете делать, да, для себя. Вот. А что вы чувствуете при этом? Опять же. А кого вы видите в своем мужчине? Не отсталивает случайно, видите? У меня такое ощущение, да, что вы вот, знаете, как ребенок, который вот, ну, знаете, ребенок, который, вот, пытается завоевать внимание, да, пытается, ну, получить внимание к себе. Вот. И делает это единственным способом, который ему доступен. Вот. Но есть еще другие способы. А самое главное, ребенок должен любить себя. Вот. Дальше. Ну, не понимаю, что происходит. Просто вы себя обесцениваете, вот, что происходит. Какое-то время все хорошо, потом как будто меняют человека. А это не первый молодой человек. Все таки отношения у вас уже были. Значит, имеет место быть родительский сценарий. Значит, вы следуете драйверу, угоди мне. Вы пытаетесь, значит, вы пытаетесь, вы пытаетесь, сделать так, вы пытаетесь угодить. Короче говоря. Вот. Вы пытаетесь просто угодить, угодить людям, которые вокруг вас. Если человек, вот, если у кого-то, да, если у кого-то есть к вам чувства, вот, и вы знаете, видите, чувствуете, что есть чувства, то вы пытаетесь этому человеку угодить. И вы угадаете, вы держите скромно, вы говорите о своих чувствах, но основной посыл – это угодить. Вот. Угодить, позволить и так далее. Только так, видимо, вы считаете, можно удержать, этого человека, вот, ну, рядом с собой. Вот. Ну, мне так видится. По крайней мере. По крайней мере. Вот. История. Это. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть, вы подумайте, вот, подумайте, как, как вы выстраиваете, собственно, отношения с людьми. Вот. Как вы, как вы, вот, себя, себя позиционируете с людьми. Какая основная модель, модель вашего поведения? Вот. А в семье как было? Ну, вообще, конечно, без проработки, вот, той истории, да, что с вами случилось, да, если просто так рассказали об этом. Вот. Без проработки той истории, вот, не получится. Возможно, вы считаете, что мужчина бросит вас, если вы откажете. Вот. А он вас, да, и так бросит. Потому что, ну, вы сами видите, что происходит. Так. Ну, сейчас, снова начинаю чувствовать себя как раньше, но не только для секса. Знаете, вам нужно самой перестать себя чувствовать так. А для этого, еще раз повторю, нужно лично снарастить. Чтобы вы, чтобы вы видели свою сцену. Чтобы вы видели, что ваша ценность, это не только, это не только, значит, секс. Да, это не только ценность ваша, ваша ценность не только в сексе. Вот. Ваши ценность гораздо больше, гораздо шире. Но для этого нужно, для этого нужно, чтобы вы чем-то занимались. Для этого, чтобы вы нужно, чтобы флитч не ставили во главу угла отношения. Да. Вот. Вот. Вот вы пишете, ну, нужно только для секса, да. Что вы сделали, что вы делали, чтобы быть, ну, не только для секса. И вы пишете уже награду. А это, по сути, позиция, ну, по сути, позиция тупика. Да. То есть, вполне возможно, что у вас имелись суицидальные мысли. Вот. То есть, вы подтвержденно идёте к тому, чтобы в итоге просто сказать себе, что ты нужна только для секса. Это больше на что не годится. Ну, вот. Ага. Но, соответственно, и секс с тобой, да, там, грубо говоря, надоедает, поэтому ты не нужна. Лучше себе умереть. Вот думали ли вы, были ли у вас суицидальные мысли? Ну, скорее всего. Потому что вот это вот ваше награде, да, оно, ну, как бы, оно наглядно демонстрирует данную историю. Вот. Это значит, что имеет место быть, э-э-э, значит, это значит, что имеет место быть у вас, э-э-э, смертельный посыл. Ну, вот. То есть, кто-то посылает вам отдельный посыл. Это тоже разбирается, это тоже корректируется, но здесь ничего страшного нет. Вот. Самое главное, самое главное, чтобы вы хотели на эту тему работать, вы хотели этим заниматься. Терапия вам нужна, терапия, к сожалению, не одноразовая, но зато эффект будет в виде полной вашей свободы. Ну, и, соответственно, проработка постралмы, безусловно. На этом все. Надеюсь, это помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...